Всем привет, это Жнялкер, и теперь наша компания по Европе Тривики Династии вступает в 2017 год. Да, всех поздравляю с 2017 годом, и поехали спасать нашу великую державу, которая правда немножечко подразвалилась, но, и что же, какие проблемы дал нам польский бог, и наш польский бог нас немного как бы наказал, и подарил нам очень большую кучу врагов. Ну ничего, с этими врагами, я уверен, мы разберемся, самое главное не падать духом, поэтому погнали, погнали, будем разбираться с нашими врагами. И самое главное сейчас на самом деле это просто их завоссалить, если мы уже завоссалим эти государства, то они будут в нашей сфере влияния, будут нам еще и помогать вдобавок. И знаете, я так думаю, получится у нас достаточно классная сфера влияния, то есть сами мы как бы будем особо не при делах во внешней политике, но зато во внутренней политике мы сможем в свое время начистить восстание. Ладно, давайте-ка я здесь пошлю некоторые партии наших армий в нужные места, пока что я не вижу, где здесь еще наши армии, где-то я здесь нашими армиями ходил. Вот, кстати, Запорожье, польская армия, армия Москвы, ой-ой-ой, сколько же у нас там армий в одном только Крыму, в одной только Украине, у нас уже здесь 4 армии, надо как-то их пораспределить, что ли, понормальнее, а то, знаете, так дело не пойдет. Так у нас дело не идет обычно, ребят. Погнали распределять наши армии, а куда их распределять, я пока и сам даже не в домеке. Что-то там голландцы какие-то бастуют. Ну ладно, хай с ними. Будем, в общем-то, так бороться. Что-то здесь украинская армия, венгерская армия, иди-ка ты подавляй нам восстание. Ну же, давайте-ка потихонечку, потихонечку начнем наращивать скорость. На, что здесь армия Востока. И потихонечку попробуем завасадить все эти государства. Все-таки, блин, хочется мне, хочется мне всех этих холопов посадить на место. То че это они здесь вздумали-то о себе мечтать? Типа они здесь боссы, да? Но ничего, ничего, придет время, и все они снова вернутся в наше государство. Так че, Гольшейн предлагает нам деньги. Ну зачем нам деньги, когда ты есть сам? Подари себя сам, Гольшейн. Ты, на самом деле, будешь самым лучшим подарком, который только мне дарили. И давайте-ка у него немножечко денег заберем. То есть и деньги мы примем, которые он предлагал, и его самого мы захолопим. Че здесь, держава Черногория предлагает нам мир. Ага, я что-то им поснимаю еще. Не-не-не, так, ребят, не пойдет. Сейчас мы будем с вами тоже разбираться. Кто там такой дерзкий был? Черногория, да? Ну, Черногория, держитесь, пацаны. Я-то думал, вы нормальные поцаки будете. А вы, оказывается, вот какие. Еще те, значит, холопы, которые, впрочем, без своего хозяина. И, надеюсь, они уже понимают мой намек, когда я повел свою армию в их сторону. Сейчас у нас появится еще один новый вассал. Так, куда они там? Подолье идут. Подолье, Подолье. Где-то, где вообще Подолье находится. А вон оно, Подолье. Там, кстати, стоит Бранденбург. И поэтому все у нас здесь под контролем. Самое главное сейчас еще не особо так распихивать свою армию. По разным местам. Потому что наша армия тоже не бесконечна. И мало ли что с нами может приключиться. Так, что здесь? Предлагаем мир. Что здесь за мир-то? С аквирией? Нет, аквирией. Вот вас, ребят, я лучше порабощу. Лучше как-нибудь обойдемся здесь вассальным договором. Хорвать еще что-то предлагают. Ну не, ребята, это что-то совсем уже какой-то произвол. Тироль, Тироль. Я напомню вас. Мои дорогие, будем вас сланово вассалить? Это что вы здесь? Освободились, говорите? А нет. Будем мы с вами сейчас по-другому диалог строить. Так, Новгород, Белый мир. Новгород, в принципе, нам и не нужен. Но как-то пускай висит. Каракуин-лю. Каракуин-лю нам еще мир предлагает. И сам прикол, что Каракуин-лю сейчас захватила Персия. Поэтому Персия сама может как-то с ними договориться. Я даже не буду мешать особо в этих делах. Поэтому пускай живет. Пока это Каракуин-лю. Я ему еще дам возможность пожить. Но и мир с ними заключать я как-то не хочу. Все-таки нужно показать всю свою мощь. А то здесь они, оказывается, нас недооценивают. Эти мелкие государства. Ну что ж. Милкотня. Алло. Что вы здесь о себе возомнили? Будем мы вас бить. Конечно, нам сначала бы со своими восстаниями управиться. Но, поверьте мне на слово, когда мы с восстаниями закончим, то тогда мы пойдем по вашу душу. Как видите, повстанцев уже осталось совсем мало. И, значит, уже наступает некоторый такой переломный момент, который может ознаменовать наше наступление на все иностранные государства. И поэтому будем, в общем, с вами уже по-другому диалог вести. Так, что. Вассализация. Византия еще станет нашим вассалом. Отлично. Отлично. Кто там еще у нас в вассалах? Что-то у нас очень много вассалов, очень много врагов. Я совсем, если честно, не успеваю смотреть. Так, Гольштейн, давай-ка ты военный союз. Ты нам нужен на самом деле. Из тебя мы просто никак не обойдемся. Ну, кто здесь еще есть? Византия. Вот в Византии тоже надо успеть заключить военный союз. Пока что-нибудь страшное не произошло. Все-таки в Византии есть весомые войска, которые нам могут понадобиться в наших политических вопросах. Так, что там армия Москвы? Иди-ка ты в направлении с Москвой. Что здесь эта армия строится, да? Армия пускай строится. Видно, прусские националисты. Вы когда уже все подохнете? А сколько вас уже могут давить? К тому же население все в Пруссии. Мы бы уже перестреляли, если бы это, конечно, была реальная жизнь. Но, как видите, ваши братья идут вас же стрелять. Алло. Вот такая вот немецкая дружба, однако. Не то, что поляки дружат. У нас-то, ребята, народ един. Ибо мы такие. Мы поляки. Мы все за всех. Точнее, один за всех и все за одного. О, да. Будем мы, в общем-то, объединяться. Так, усиление крепости. Ой, 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 ой. Какие гастарбайтеры-то поступили? Теперь мне еще и крепости они строят. Нормас, нормас. Что здесь? Армии Маршавия. Это вообще у нас армия провинции Багимия. Мне, в принципе, даже эти голландские провинции особо-то и не нужны. Поэтому я могу их просто скинуть по возможности. И даже не пытаться давить все эти восстания. Но здесь, конечно, мы уже просто потеряли весь восток, всю Сибирь. Не удалось нам сделать сибирскую кампанию. Не удалось нам все-таки основать польскую Аляску. А ведь так хотелось, на самом деле, чтобы Аляска была под польским контролем. Но, увы, ребята. К сожалению, мы здесь развалились. К сожалению, промахи все-таки бывают. А в мировой истории. И без промахов здесь никак не обойтись. Так, кто там? Кто там стучится в дверь нашу? Алло, алло. Что за повстанцы еще? Катитесь отсюда все. Поняли? Так. Погнали, погнали. Будем штурмовать. Ой-ой-ой, польская армия-то стоит. Алло, ребята. Вы что здесь стоите-то? Когда подавлять-то нужно наших повстанцев. Кто там? Армия Москвы. Она совсем малочисленна. Ну-ка, нам нужно срочно подкрепление в ту часть. Сербия. Отлично. Потихонечку здесь я хочу разгрузить ситуацию. И самое главное, сейчас я хочу просто, знаете, завассалить все эти государства. Чтобы они тоже были под нашим контролем. И как-никак помогали нам во всех войнах. Сейчас мы просто будем создавать такую огромную сферу влияния. Которую, не знаю, войдет просто все, что только можно. Все наши враги. И на самом деле, хочу я здесь разбить Персию. А то эти Персы совсем уже обнаглели. Обнаглели эти арабы. Конечно, Персы не совсем арабы. Но все равно, все они на одно лицо, ребята. Для поляков все враги на одно лицо. Если ты не поляк или не иной гражданин Польской Республики, то просто расстреливай его. Вот и все. Такой вот приказ у наших войск. Будем мы стрелять во всех, кого не знаем. Все незнакомцы выпускают лесом. А мы с вами, ребят, пойдем расстреливать всяких здесь изменников и предателей. Так, что у нас здесь? Нормас. Так, Босния. Архиепископство. О, Господи. Что еще за дичь появилась у нас в государстве? Так, армия Новгорода. Ух ты. Здесь у нас армия еще есть, оказывается. Оказывается, мы уже даже настолько круты, что у нас и армия где-то завалялась. Погнали заключать мир с аквиреей. Завосадить мы ее не сможем, но зато новые державы, хоть какие-никакие, но создать мы по-любому сможем. Поэтому погнали. Накажем ее новыми державами. Кстати, вас срезается там сколько? Да. Больше 100%, 170% где-то. Поэтому давайте ограбим мы эту аквирею и создадим новое государство. А именно Рагузу и Венгрию. Ту самую Венгрию, которая меня постоянно предает, которая постоянно впадает потом ко мне в асталитет. И почему-то по закону жанра она постоянно уничтожается. Да, видимо, какая же участь будет ее ждать и в следующий раз, когда мы к ней придем. Ну а пока, как видите, будем мы с нею союзниками на немногочисленный период. Так, что там истекает подле войны. Вартрония шассада завершена. И давайте-ка глянем на нашу карту врагов. Как видите, врагов у нас осталось уже крайне мало. Будем мы теперь пытаться отхватить свои территории обратно. И, кстати говоря, эй, а что мне не показывается? Почему мне не показываются все мои враги? А вот, все, Сибирь, Сибирь, да? И Персия тоже воюет с нами. Кто это такие персидские националисты? Патриоты персидские. Что-то здесь очень много всяких патриотов. Персидские партикуляристы. Серьезно? А нет, это польские, да? А вот здесь персидские. Все, ясно. Так, потом что там? Сибирь нам давит восстание. Молодец, Сибирь, уважаю. Таких, как вы, надо побольше. И что-то здесь еще нужно призахватить в нашу державу. А то что-то Польша маленькая какая-то стала. Вот вы не находите, да? У нас что-то слишком маленькая держава. Надо как-то жрать побольше чужих провок и пытаться расшириться. А то что это за новости? Другие государства увидят, засмеют с таким-то весом. Поэтому надо пытаться, пытаться идти и выламывать всех наших врагов. Что я, собственно, и собираюсь сейчас делать. Хочу я пойти сейчас походом на государство персидское. А то оно уже что-то совсем зажралось там в своей персии. Поэтому будем мы ее ставить сейчас на место. Так, кто там? Сербия, Белый мир. О, господи, Сербия. Вы только что с меня деньги трясли. А теперь вы здесь, значит, такие крутые на понтах. Захотели Белый мир. Ну нет, нет. Такая фигня уже не катит. Что здесь, Сироль, Белый мир. Нет, пацаны, все. Посмотрим на ваши предсмертные конвульсии. Да. Так, Зальбург, всем там... А, Зальбург, это наш пацан. Пацаны, наших бьют. Наших бьют. Что делать будем? Будем тоже бить. Конечно. Что мы еще можем делать? Что здесь? Ангальд, 513 монет. Не-не-не-не-не. Так просто вы живыми отсюда не уйдете с этой планеты. Поняли, да? Где этот Ангальд? Не могу его найти. А вот он, Ангальд. Давайте-ка. Можем даже присоединить. Все равно Хай уже. Будем тогда уже присоединять все эти государства. И выплачивать зарплату Бранденбургу. Ибо Бранденбург все-таки наш братка, который нас спасает. Просто во всех ситуациях. Я не знаю. Любая война. И если бы не Бранденбург, то он бы... У нас бы уже было здесь несколько десятков восстанников. Видите, Бранденбург действительно в ходе чистого восстания. Помогает с воинами. И просто это на самом деле золотой союзник, которого нужно оценить и беречь. И вовремя выплачивать ему зарплату. Что я, собственно, сейчас и делаю. Так. Ну нам. Что нужно сделать нам? Что здесь грузинская административная республика? Война золотая орда. Да, ребята. Поход на персию, кажется, отменяется. Ибо у нас появилось здесь новое жертво. Слушайте, слушайте. Да. Точно. Давайте-ка сходим мы к золотой орде. А то что-то она там совсем уже грустит. В одиночку. Можем даже присоединить ее. Попытаться. И, собственно, будем восстанавливать свои рубежи. Так. Как ему предлагать нам мир на следующих условиях? Белый мир? Нет. 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 Так. Что-то Черногория опять там это пантуется. Хотя мы уже берем ее в столицу. Алло. Ребят. Я все понимаю, конечно. Но только не вас. Так. Что здесь дальше у нас? Сарай 8000 мы разбили. Сарай наш. Нефиг здесь забегать-то было. А то что вы здесь по нашим сараям ходите? Города здесь походу не могут. Вот поэтому и по сараям бегают, ребят. Да? А чего докатилась эта золотарненская армия? Что здесь Новгород? Белый мир предлагает. Да нет. Это шуточки. Что за шуточки? Ребят. Мы с вами здесь будем теперь серьезную мову вести. Наша мова пускай будет слышна. Просто во всех уголках этой Европы. А мы с вами будем брать оружие и расстреливать наших врагов. Те роль там что-то говорят. Венгрия предупреждает нас. Вау. Вот это предупреждение. Однако. Оказывается у нас здесь появляется новый враг на горизонте. И нам нужно просто готовить все свои силы. Все свои рубежи. К нападению этого венгерского Ивя. Ну как видите мы просто можем создать два полка. И собственно угроза устранена. Никакая Венгрия нам теперь не страшна. С двумя-то полками. И на самом деле уже стоит задумываться о вассализации Хорватии. Но что-то пока что не удается нам перейти на ее берег. Не удается нам никак ее завассалить. А вот кстати и Тироль к нам падает обратно. Давайте-ка мы его здесь по-быстрому ограбим. По-быстрому завассалим. Черногория Белый мир. Все. Черногория уже запела песенку. Поняла что ее сейчас ждет такая же участь. И на самом деле сейчас мы будем делать. Сейчас будет мясо пацаны. Будем значит резать всех этих татаров. Которые значит против нас-то пошли. И как я вот здесь что-то просмотрел. По-моему там заключился мирный договор с Арменией. Ну ладно. Дождь Армен Маймарян. Однако. Армен заключает с нами мирный договор. Ну и ладно. Наш Пшекостан еще захватит его. Обязательно нужно попробовать его захватить. Ой-ой-ой. Давайте наймем советников. Боевой дух армии. Блин. Вы просто посмотрите какие советники-то. Это просто бомба. Это ребята мы сейчас будем просто всех наших врагов вырезать. Вырезать причем искусно. Делать произведение искусства из их останков. И давайте-ка будем сейчас ювелирно разрывать все эти вражеские ряды. Что же здесь мы будем делать? Эст-ляндия. Все отлично. Отлично. Погнали в Псков. Надо наказать все-таки этот Новгород. Потому что там реально уже бушует. И Персия нам предлагает белый мир. Но нет. Мы вежливо откажемся. А на самом деле я бы их просто послал. В одно очень интимное польское место. Но к сожалению ребят. Не хочу здесь материться. На своем ютуб канале. Но так вы уже наверное догадались. Куда бы я хотел послать этих Персов. И сейчас мы туда же пошлем эту Золотую Орду. Давайте-ка вытрясем с ними денег. Бонежик там строит свою экономику. Экономика должна быть только у независимых государств. А вы пускай там зависите от нас. Пускай станете нашими бассалами. И собственно вот у нас появился еще один бассал. Конечно я хотел присоединить это государство. Но я так подумал сейчас. Пока комментировал. Что будет лучше если мы Обретем еще одного бассала. А то Большую территорию очень трудно держать. Как видите мы уже даже с этой территорией не справляемся. Что уж говорить о наших прежних Провинциях. Которые мы уже благополучно потеряли. Проибграли мы. Однако эти провинции. Придется нам Что-то пытаться сделать. Так что там В Тверь идет у нас повстанец. Мы же идем Разбивать повстанцев в Германландии. И заодно мы здесь тоже Должны быть с литовцами Говорить На понятном для них языке. Нан Че здесь помер Ранее коммита И че Как-то совсем здесь пресновато Пресноватая такая обстановка У нас получается. Ну ладно Что-нибудь придумаем мы обязательно. Нан У нас там уже новая армия готовится Как я погляжу. Нормас Нормас Эй Венгры Они взломали рубежи Оказывается угроза Еще Более чем реальная Зря я смеялся на самом деле Над этими инграми Они все-таки Выдумали план Решили взять нас через повстанцев И мне даже интересно Получится ли это у них Осуществить на самом деле И сейчас будем мы так же Еще Пытаться Завассалить хорватов Так что здесь Тироль Давай ка Войны союз Кто нам нужен Нам просто Категорически нужен И то здесь Кто там с Бургундики Интуется Вюртенберг Ты чего здесь делаешь-то Ребят Чего вы здесь делаете Нам нужно как-нибудь До Вюртенберга добраться А то этот козел Слушайте здесь Очень сильно Нам мешает Портить всю картину И как видите С Вюртенбергом Мы здесь уже Даже Нахватили его столицу Так что давайте Белый мир С Вюртенбергом Я сейчас как-то Кончать не хочу Но Давайте-ка Все Белый мир Отлично Отлично Пускай он там расширяется Я могу даже ему добровольно Продать эти провинции Что уж он там Припятняется А в это время Пока что Заняться Лучше Восточными братьями Да Так что здесь Хорватия выплатит В общем ребята Все как-то идет Не очень так Чтобы сказать Хорошо У нас в государстве Ну да пофиг Будем Сейчас мы пытаться Отвоевать здесь Некоторые провинции На Балканах И кстати А зачем нам это Хорватия Давайте-ка лучше ОСИЯх попросим И все Пока нам ОСИЯх В принципе хватит А то лишние войны Нам сейчас ни к чему И все Там Уже у нас С рекрутами Проблема Начинается Поэтому давайте-ка Мы пока что Отойдем на родину Урегулируем все Здесь Наши конфликты На родине И Здесь мы уже будем Отчуда плясать То есть все-таки Нам Сейчас главное Удержать все наши Имеющиеся провинции Так что здесь Русины Русины Ой сколько Повстанцев-то Однако У нас здесь Происходит Ох Ой-ой-ой У нас и армия Востока Тоже уже почти Разбита Не ребят Что-то здесь Совсем как-то Туго Со всеми этими Повстанцами Разбивают они Одну армию За другой И Как-то Мы даже не успеваем Создавать Новую Армию Да Что-то плоховасенько У нас получается Сейчас на Южном Фронте Но ничего В будущем Все у нас будет нормально Я так считаю И Что же Хочу вот закончить Я на такой ноте Компанию Ибо Уже что-то Не хочется На сегодня Продолжать Все эти Бои с повстанцами Хочется мне Все-таки Ребят Пойти на Персию И вот Показать этим Персам Кто здесь Хозяин-то В Евразии А то Совсем уже Позабылись Все эти Ворожины Видимо Они здесь Хотят Отобрать Наш Польшистан Но К сожалению Или к счастью Мирный договор Пока мы Заключить С ними Не можем Об их поражении И поэтому Скоро мы к вам Прием Обязательно Прием Так что Ждите нас Персы Будем мы В общем-то С вами Говорить Говорить Мы будем С вами Хорошо Ну и Что же Все Я думаю Вам понравился Этот выпуск Уверен Что вы Обязательно Его оцените Ну и Хочу сказать Что все Всем Пока